Окончательно назначен Савченко Надежде Викторовне наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей. За честь Савченко Надежде Викторовне срок отбывания наказания, время ее задержания под стражей с 30 июня 2014 года до даты вынесения приговора. За этих полгода долгих и нудных судов мы выучили, что была доказана вина в этом судебном процессе. Вина журналистов, российских журналистов. Они виновны во вранье, во лживом, искаженном освещении информации, что касается событий в Украине, в мире, да и в принципе в России тоже. Люди, которые виновны в принципе больше всего в гибели повошенной Корнелюка. Это их начальство. После того, как они похищают и пытают людей, они еще умоляются фабриковать дела, оболгать людей и пытаться еще их осудить. Они фабрикуют экспертизы. Это все было доказано, в доказательствах этому всему есть 40 томов бредово-слепленного моего дела. Также в этом суде была доказана вина прокурора и российских судов. За все два года, которые я здесь сижу, прохожу по этим всем инстанциям, я убедилась в том, что ни чести, ни совести, ни каких-нибудь соблюдения законов этих людей нет. Им абсолютно плевать на международное право, на права человека. У них есть одно – госзаказ Кремля. И они его тщательно исполняют. В этом суде была доказана вина российских властей. Они виновны территориально в захвате украинских земель, в захвате Крыма, в развязании войны на Донбассе. Они виновны тем, что в своих неоглашенных подлых войнах по всему миру пытаются установить тоталитарный режим под доминированием России. В этом суде не была доказана только моя вина. Я – офицер украинских вооруженных сил. Я имела полное право защищать свою землю. Я исполняла свой долг. Вы не судите ваших ветеранов Второй мировой Великой Отечественной войны. Но не судите почему-то только ваших. За то, сколько людей они убили, защищая свою землю. Вы не имеете никакого права судить меня. Делая акцент на моем самомнении высоком, опираясь на экспертизу, прокуратура посмела сделать такое вот заявление, то я хочу сказать, что чем больше я встречаю таких мужчин, женоподобных, как прокурор и следователь Маншин, тем больше растет моя самооценка. Как женщина, как солдата и как человека. Подсудимая замечание, если корректно. Хорошо. Давайте поделать. Конечно, только поделать. Но это все только присказка, сказка впереди, поэтому теперь поделать. Я не знаю, сколько будет длиться еще все это действие, но я хочу сразу сказать. Если будет такая ситуация, как была с прокурорами, когда они запросили на премьер три недели, то я сразу ставлю для этого механизмы защиты. Если суд берет больше двух недель на вынесение приговора, который и так продиктован сверху, и так уже давно записан, то я включаю сухую голодовку с завтрашнего дня, и приговор вы будете выносить непосмертно без меня. Я не считаю нужным ждать какого-то обмена. Если вы хотите политически решить это дело и взять своих двух виновных, ГРУшники, за одного невинного, то это слишком много. Надо было Сенцова-Гольченко менять на Грушников. Я не предмет торга, я невиновный человек, моей вины здесь не доказано, и доказано быть не может. Поэтому никаких обменов, никаких торгов и никакого затягивания времени я ждать не стану. И самое главное, суть обращения к вам. Тогда дайте вы, пожалуйста, прокурорам столько, сколько они просят. Ни днем больше, ни днем меньше. Все 23. Не надо давать больше или меньше, чтобы у них было время на какие-то кассационные жалобы и обратно-таки затягивание времени. Вы уже доказали, что вы не нашел их виблию. Вы уже доказали, как Россия может опозориться на примере одного человека. Вы меня не поломали? Вы меня не поломаете никогда. Поэтому давайте заканчивайте это все в максимально сжатые сроки. Я больше ждать не буду. Не вы мне жизнь давали, не вы, владельцы над моей судьбой. И не вам ее решать. Они потребовали для Савченко 23 года. Значит, это близко к максимальному сроку наказания. Путем сложения женщинам больше 25 лет дать не могут. Таким образом, мы предполагали, что именно таким будет обращение стороны обвинения, наших процессуальных оппонентов за назначением наказания в этом максимальном, практически близком к максимальному объеме. Это нас нисколько не удивило. Савченко тоже была к этому готова. Эмоционально она восприняла это совершенно адекватно. Равно как и то, что статьи 105, как соучастие и покушение, также остались в обвинении. И вы слышали, что часть 1 статьи 322 незаконное пересечение границы, сторона обвинения настаивает на наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей. Я думаю, что обвинение разумно пошло на то, чтобы исключить из числа потерпевших 6 человек граждан Украины, которые по статье 105 через покушение присутствовали в деле. Я думаю, что закон не позволял, статья 12 Уголовного кодекса Российской Федерации не позволяла оставить указанных 6 лиц в числе потерпевших, поскольку они граждане Украины, Савченко как субъект совершения тоже гражданка Украины. Все происходило вне пределов российской юрисдикции на территории Украины. И таким образом это выводит за скобки обвинения именно этих 6 потерпевших. Нам предполагается, что сторона обвинения, не обладая достаточной базой для доказывания, пошла по простому пути. Она просто продекларировала это обвинение в очередной раз, по существу повторив обвинительное заключение, которое в самом начале процесса представило следствие, которое с нашей точки зрения фабриковало это дело. Интересный подход обвинения в том, что сама Надежда Савченко в своих показаниях лгала, чтобы уйти от ответственности, а те свидетели и специалисты, которые высказывали в ее защиту, лгали, потому что хотели, чтобы она также избежала ответственности. То есть получается, что боевики, так называемые ЛНР, это абсолютно кристальные, правдивые, честные люди, а все, кто говорили против них, получается, что абсолютные лжецы. Этого явно недостаточно с нашей точки зрения стороны защиты для того, чтобы суд вынес обвинительный приговор в отношении Савченко с существенной мерой наказания, но однако достаточно для того, чтобы заказной этот процесс завершился обвинением Савченко к удовлетворению интересов Кремля. Говорить о том, что может произойти какое-то чудо, и вдруг внезапно Донецкий городской суд возьмет и не удовлетворит прошение прокуроров и не назначит Савченко какое-то наказание, наверное, было бы глубоким заблуждением. Я убежден, как и мой коллега, в том, что дальнейшая судьба Савченко, вне зависимости от того, сколько лет выпишет Донецкий городской суд, зависит исключительно от политических переговоров о ее возвращении на родину, которые сейчас ведутся. И, на мой взгляд, такой большой срок, который попросили прокуроры, это лишь попытка власти набить цену в этих переговорах. Мне моторочно было чути приговор, что просят прокуроры. Хотя на это не важно обратить внимание, но моторочно чути Надежда Викторовна, Савченко, осудить. Мы росли разом, это наше життя протягало разом. Сейчас с Украиной так это делают. И я чую эти слова до своей ближайшей человеке в жизни. Осудить, за что? Это такой маразм. Вот слово очень вложено. Тут по-другому скажешь, маразм. Выкрадь себе человеку и сейчас осудить. Это величезное зло всерединя, но не можно злитись, потому что это все виснаживает. Треба холоднокровно дойти дальше. Субтитры создавал DimaTorzok